2 октября министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Игорь Руденя приняли участие в комплексных учениях по отработке мероприятий гражданской обороны в Тверской области. Именно в этот день дан старт всероссийской штабной тренировки, которая проходит ежегодно в преддверии Дня гражданской обороны Российской Федерации. Дня гражданской обороны Российской Федерации В ходе учения с водными подразделениями специального назначения оперативного штаба в Тверской области отработаны отдельные элементы боевого мероприятия по нейтрализации условной диверсионно-террористической группы противника. В ходе учений отработан сценарий по противодействию попытки террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы. На ликвидацию условных террористов ушло не более 10 минут. Сейчас за моей спиной началась вторая часть учений. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия того, что натворили условные диверсанты. На поле у аэродрома Змеева организовано несколько учебных площадок. Проведено оповещение населения, аварийно-спасательные мероприятия, восстановление работы коммунальной инфраструктуры. Главным управлением МЧС России по Тверской области развернут городок жизни обеспечения. Одна из главных целей учения – совершенствование практических навыков при выполнении мероприятий гражданской обороны, проверка готовности органов власти к выполнению задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня вводное необычное, с водными подразделениями специального назначения будут отработаны отдельные мероприятия боевого применения по ликвидации условного противника. Также будут отработаны действия всех спасательных формирований, штатных и нештатных, по реализации 15 задач гражданской обороны. В завершении учений глава региона Игорь Руденя и Евгений Зиничев выразили благодарность МЧС России и федеральным подразделениям, участвующим в мероприятии. Продемонстрировали все вопросы, как нужно взаимодействовать в реальной обстановке. Я думаю, самое главное здесь, это всем понятно, что это учение, но как минимум алгоритмы действий своих они уже понимают сейчас. И самое главное – руководители районов, в том числе, члены правительства. Хотел бы поблагодарить МЧС России, всех, все федеральные структуры, которые принимали участие. Основная задача была и цель – это слаженность работы всех государственных и федеральных структур на территории Тверской области. Второе – это все руководители муниципальных образований Тверской области, все члены правительства принимали участие в качестве наблюдателей. Я думаю, получили неоценимый практический опыт, как надо действовать в подобного рода ситуации. Важно, что в эту работу включились не только МЧС, но и коммунальные службы, главы регионов и муниципальные предприятия. Продолжение следует...